Я очень рад, что все больше и больше людей открывает для себя прекрасный мир бега. Остановясь бегунами, они начинают исследовать пространство, в котором они живут, с беговой точки зрения. Огромное количество людей, конечно же, живет в городах больших и малых. И сам город становится для нас беговой площадкой. Это все здорово и круто. Однако, не будем забывать, что жизнь в городе достаточно опасна с точки зрения загрязнения окружающей среды. А когда мы становимся бегунами, то этот фактор надо учитывать вдвойне или даже втройне. Потому что когда мы бегаем, мы дышим гораздо более интенсивнее, ну и вообще все процессы запускаются с новой силой. Однако я вижу, как бегуны начинают использовать в качестве своих беговых маршрутов загруженные улицы, проспекты, как скажем, в Питере, Невский проспект, в Москве Садовое кольцо, либо вылетные магистрали типа Профсоюзной улицы или Проспекта Мира. И более того, это даже становится новой модой. Урбан трейл ранен, добавить экстримы к своим беговым тренировкам и начинать бегать по тем маршрутам, в которых раньше вы только ездили на автомобилях. Хочу сказать, что это неправильно. Если даже глубокой ночью вы пробежите по загруженной улице, потом протрете свое лицо чистой ватой, то увидите, что вата станет черной от сажа. И эта же самая сажа проникает внутрь вас и осаждается на легких. Этого не стоит делать. То же самое не стоит делать, это бегать по автомагистралям. Прикольно сбегать с точки А, с точки Б по большой дороге, но, однако, один КАМАЗ окута вас гигантским клубом сажа, и гаря, серьезно, нанесет ущерб вашему здоровью. Не бегайте по загруженным автомагистралям. И также не бегайте по железнодорожным магистралям и рядом с ними. Иногда идет тропинка рядом с железнодорожным полотном, так это отравленное место, там огромная концентрация тяжелых металлов. А по самому железнодорожному полотну старайтесь не бегать вообще. Там есть специальная пропитка, и испарения ее очень вредны для нашего здоровья. Продолжение следует...